Всем привет! Добро пожаловать на урок Т3. Сегодня мы поговорим о хранилищах данных для ваших игр. Это как раз первый шаг к лидербордам, к хранению вещей у игроков, к хранению рекордов игроков на серверах Roblox. Причем эти данные, если у вас, например, в вашей игре несколько плейсов, и эти плейсы запущены на разных серверах, то вот эти данные, из хранилища данных, они общие между этими серверами. Так что, вы знаете, какие-то серьезные игры имеют много плейсов, много инстансов, и они телепортируют игроков из одного плейса в другой. Игроки должны телепортироваться со своими очками, опытом, квестами, вещами и так далее. Итак, ну раз урок Т, тип Т это значит перевод. Вот сегодня начинаем со статьи DataStores. Она обновлена в февраль 2019 год, это очень хорошо. Планировал я про DataStores и другой немножко статьи, но выяснил, что это главная статья, с которой нужно начинать. Итак, DataStores, хранилище данных, это такая фича в играх Roblox. Они могут быть использованы для сохранения данных, которые должны существовать между игровыми сессиями, включая вещи в инвентаре игроков, их опыт, очки опыта, ну и впрочем, все остальное. DataStores, хранилище данных, они шарятся, значит они общие для одной игры. Так что все плейсы в вашей игре, включая плейсы на других серверах, впрочем я об этом уже говорил, могут получить доступ и изменять доступ к этим данным и изменять их. Структура. Вообще, структура этих DataStores, она похожа на словарь. А словарь это такая штука, как таблицы в луа. Можете посмотреть мой урок по таблицам. Недавно его записывал, он коротенький. И каждое значение в DataStore индексируется по уникальному ключу, который включает ID игрока. Ну вот такой вот пример. На самом деле, вот то, что тут написано, индексируется по ID игрока и так далее. На самом деле, никто вас не заставляет индексировать так, как вот здесь написано. Делайте как хотите. Что за индексирование? Ну представьте, вот эта вот, каждая полоска это ящик. Ящик с переменной. Имя переменной, значение. Только все это лежит на сервере. И чтобы получить значение вот это, нужно знать название переменной на сервере. Ячейки, ну в данном случае он называется ключ. Нужно знать имя ключа, который хранится на сервере Roblox. Ну и вот в этой строчке, про которую я сейчас говорил, там обычно, чтобы не перепутались значения от Васи, не попали значения к Оле, а от Лени к Пете, ключи обычно называют так. Какой-то префикс. Это то, что идет в начале слова. И дальше идет вот числовой ID. Номер. Номер вашего игрока в базе данных. Вы знаете, что вы в Roblox можете менять имя. Так что, если бы мы, например, хранили переменную плеер-отчерк Вася23, то, например, если Вася23 переименовался бы в Вася233 и зашел бы снова в эту игру, то никаких, например, 50 золотых монет у него бы уже не было. Поэтому, а ID внутренний, вот когда Вы регистрируетесь на сайте Roblox или в игре, Вам присваивают ID. Вы его, по-моему, Вы его даже не видите. Вы видите только своими. Но ID это Ваш секретный номер. Это как у Вас свидетельствие о рождении или в паспорте записан номер. Он Вам присваивается один раз и навсегда. Впрочем, если Вы с другим e-mail зарегистрируетесь на сайте, то у Вас будет другой ID. Итак, здесь специально названы ячейки, в которых хранятся какие-то данные, так, чтобы можно их было соотнести с соответствующим игроком. Ну, здесь показано небольшое хранилище данных. Вот видите, на 5 игроков. А на самом деле игроков могут быть миллионы. Так что вот представьте, что у Вас миллион ячеек в каждой какой-то префикс и ID игрока. Итак, доступ к хранилищу данных, доступ к дата-стор. Дата-стор управляется с помощью специального сервиса. Называется этот сервер DataStore Service. Так что Ваши скрипты должны сначала получить доступ к этому сервису. Давайте попробуем. Так, создадим скриптик. И получим к нашему, не к нашему, а к сервису, который называется DataStore Service. Любой, получаем доступ к сервисам, которые, ну их много, предоставляет Roblox всегда одинаково. Game, двойточие, getService. И в скобочках мы должны текст указать в кавычках название этого сервиса. Ну это для удобства, чтобы каждый раз вот это не писать, мы присваиваем этот сервис в переменную. Давайте я запущу просто, чтобы убедиться. Так, и обратите внимание, что у меня игра еще и опубликована. Published. Про этот нюанс я расскажу чуть попозже. Так, ну все работает, ничего не видим. Давайте идем дальше. После того, как Вы добавили DataStore Service в Ваш скрипт, Вы можете получить доступ к Вашему хранилищу по его имени. Для этого есть у каждого хранилища, вот это вот хранилище. Например, это хранилище называется монетки, деньги. Может быть еще одно хранилище тоже с табличкой. Ну на самом деле их много может быть. Я не помню какие ограничения, мы посмотрим. Здесь есть ли написано. Кстати, у DataStore есть кое-какие ограничения. О них важно помнить. Если Вы превысите эти ограничения, то у Вас игра будет выдавать ошибку. Так, ну помните, что в играх могут храниться данные для миллионов игроков. Так что не волнуйтесь. Вы начинающие разработчики своих супер-купер-игр. Так что Вам всего хватит. Итак. Имя значит. Здесь имя никакое не написано. Это был пример, но сейчас мы будем уже именами распорягаться. Распорягаться. Итак. Давайте копируем строчку. Вот появилась у нас вторая строчка. Experience Store. Это значит хранилище опыта. Видимо, очки опыта здесь будем хранить. Ну и как мы к нему получаем доступ. Так, давайте я эту закрою вещь, чтобы нам было виднее. Так, итак. Это, помните, сервис. Теперь мы этот сервис вызываем в двоеточие GetDataStore. А здесь пишем имя. Какое уж придумайте. Здесь придумали для этого хранилища. Имя должно быть текстом. И пишите английскими буквами, чтобы не было проблем. PlayerExperience. Опыт игрока. Ну а здесь уж как Вы назовете переменную, неважно. Но просто в следующий раз Вы будете уже извлекать ячейки с сохраненными данными. Из этого хранилища используя эту переменную. Так, ну давайте дальше смотрим, что у нас тут. Ну здесь красно выделено. DataStore могут... К DataStore можно обращаться только... Ну к DataStore на сервере. Можно обращаться только через скрипты. Если же Вы попробуете скрипты серверные, имеется в виду, просто скрипты. А если Вы попробуете из клиентских локал скриптов попытаться обратиться к DataStore, то получите ошибку. Для чего это нужно? Ну понятно. Чтобы читеры не читерили. Не дублировали себе там очки, не добавляли денег и так далее. Так, дальше заголовок. Управление. DataStore. Ну и, видимо, запись данных. С помощью вот такой функции SetAsync мы можем установить новое значение, записать новое значение в какую-то ячейку DataStore. Эта функция... В этой функции требуется название ключа этой ячейки, куда будем писать. Помните, да? Вот, вот это вот название должно быть. Вот такое вот. И Value. Значит, значение. Что мы хотим в нее записать. Так. Вот так. Ага, Value. Ну и давайте примерчик скопируем. И посмотрим. Так, что же у нас здесь происходит? Ну, первые две строчки Вы знаете. Получили доступ к сервису. Получили переменную, которая отвечает за хранилище опыта. Вы понимаете, что может быть еще одна у нас здесь строчка. С другим уже именем. Ну вот, например, вот так. Здесь уже не Experience, а, например, Money. Money. Ну и понятно здесь тоже. Money. Ну, неважно, как называется. Так. Итак. Здесь мы... Здесь пример. Этот пример не имеет отношения к реальным играм, но здесь он, наверное, сработает. Давайте попробуем. Запустим. Мы должны... Если мы увидим вот строчку Success вот в окошке Output, то значит, у нас нам удалось записать вот такую строчку в наше хранилище. Ждем, как у нас тупит наш Roblox. Success. Все отлично. Ячейка. В ячейку записаны данные. Потом мы проверим. Записались они или нет. Так. Давайте еще раз я вам теперь по скрипту расскажу. Итак. Тут, конечно, будут описания. Давайте сейчас посмотрим. Ага. Здесь как раз идет описание. Ну, давайте сначала прочитаю вот это... То, что у нас в фиолетовом. Функции типа Setasync, которые имеют доступ к датастору, к содержимому датастора, они, ну, как бы сказать, работают по сети. А по сети, вы знаете, может случиться ошибка. Например, интернет у вас отрубят и так далее. Или тормоза в интернете вы в это время торрентом что-то качаете, у вас компьютер перегревается, виснет и так далее. А вы думаете, что это вирус какой-то. Это на самом деле вы такие. Молодцы. Итак. И рекомендуется такие функции оборачивать, заворачивать внутрь пикола, чтобы ловить и обрабатывать ошибки. Так. Ну, и Setasync может быть опасным, так как он перезаписывает любое значение, которое сейчас находится в этой ячейке. Понятно. Смотрите. Вот здесь, например, было у меня 78 тысяч в этой ячейке. И вы в нее пишете, ну, как бы случайно по вашей ошибке, вы туда записываете ноль. И получается, игрок потеряет вот сколько денег или опыта. Так что нужно ко всему с умом подходить. Так вот. Чтобы не было такой опасности, рекомендуется использовать функцию Update Async. Потому что она сначала выдает вам старое значение, перед тем, как вы вносите какие-то изменения. А это старое значение. Вы можете сначала с помощью всяких условий, if, else, посмотреть, добавить там и так далее. Так. Ну, давайте еще раз на скрипте посмотрим, что за пикол. Про пикол на самом деле будет подробнее объяснено в другом уроке. Тут ссылка будет на тот урок, на текстовый урок в конце вот этого, вот этой статьи. Так что вы можете не дожидаться, например, урока, попробовать прочитать, что там как. Итак, что означает обернуть в пикол? Вот смотрите, если бы не оборачивать в пикол, вот просто так можно писать. В принципе, если бы у вас интернет никогда не отрубался, никогда не было тормозов, вы бы... А, подождите. Вот у вас-то может быть дома этих тормозов нет, и интернет не обрывается. А представьте, в вашу игру будет играть миллион людей. Например, из Китая, из Африки, через какие-нибудь VPN, через медленный интернет. И у кого-то обязательно будут проблемы с интернетом. Ну, батарейка, например, села. Поэтому вот такие команды нужно оборачивать в пикол. Я все еще объясняю. Итак, что же у нас эта строчка делает? Здесь у нас мы используем переменные, в которой хранится... в которой мы открыли хранилище под именем PlayerExpire. Опыт игрока. Итак, дальше двоеточие. Это значит, мы у этого хранилища вызываем функцию. Функция setAsync. На самом деле, вся запись переменных... Вот когда мы в языке луа, мы в переменную как пишем? Переменная аа присвоить bb. Ну, не bb, давайте там. 22. Вот так. Мы значение 22 с помощью вот этого оператора присвоить. Заносим в переменную аа. Но с хранилищем, в котором данные лежат на сервере, мы используем вот такую вот конструкцию. Здесь у нас название ячейки обязательно в кавычках, потому что это текст. В следующем уроке вы узнаете, как брать у игрока ID и писать примерно вот так. Только вместо ID должен быть доступ к текущему игроку. Мы же сейчас урок простой пока смотрим. Поэтому просто... Если вы сейчас эту игру опубликуете, тестовую, и в нее зайдет 50 человек по очереди, каждый человек... А, нет, нет, нет. Я тут вас немножко обманул. Это запустится во время запуска сервера. Вот эта строчка. Потому что это не клиент, не локал скрипт. Поэтому вот у вас при запуске сервера, в хранилище, в ячейку player1234 будет записано 50. Все. Так, что за оборачивание пикол? Пикол. Давайте как-нибудь выделим. Вот он, пикол у нас. Так. И вот к нему я перенесу. Вот на самом деле пикол как выглядит. Это просто функция. Функция пикол. Но внутрь нее мы заносим другую функцию, которую хотим безопасно запустить. Вот я ее заношу. Восстанавливаю, как было. Вы уже видели подобные конструкции. Колбеки это... Которые мы с помощью коннект присоединяем. Например, помните уроки про то, как вы прикоснулись к какой-то детали, когда игрок зашел в игру, когда игрок вышел из игры и так далее. Итак, мы смотрим. Пикол запустит ту функцию, которую мы передали ему внутрь этих круглых скобок, как параметр. Но мы смотрим, что пикол еще и возвращает какие-то два значения. Вот видите, мы здесь создаем переменные. Local, Success и Error. Переменная Success переводится на русский как успех. А здесь ошибка. Если все нормально проходит, если вот то, что внутри пикола, если вот эта вот штука у нас запустилась без ошибок, то у нас пикол возвращает значение true, истина. Значит, в этой переменной Success будет true. И видите, у нас как раз идет дальше, после вызова этого пикол, идет условие. Если Success, то тогда Success. Тогда условие. Тогда все нормально. А иначе можно сделать так. Иначе print Error, ошибка. И вот мы пишем Err. Err. Мы в Err же сохранили. Вот. Давайте попробуем, сделаем так, чтобы он ничего не записал. Например, попробуем пустое имя. Наверняка это не должно понравиться. Да, видите, Error. Щелкаем. Да. Когда мы щелкаем на какую-нибудь строчку в output window, в окошке output, нас редактор Roblox Studio переносит на ту строчку в нашем скрипте, в любом. Если бы несколько было скриптов, он бы открыл правильный скрипт, в котором принтом было напечатано. Итак, Error. Это я напечатал. Видите, вот Error. А дальше написано 101. KeyName can be empty. Это означает, что имя ключа, ну вот этой ячейки, в которой мы хотим писать, оно не может быть пустым. Кстати, все эти ошибки мы в конце урока посмотрим. Тут есть ссылка. Где-то. Где все эти номера кодов? Ну, на самом деле, можно номер кода не запоминать, потому что дальше идет текстовое объяснение. Ну, если вы с английским дружите, то вы все поймете. Ладно, понятно с этим скриптом. Я вам просто слишком подробно, наверное, рассказываю. Так, дальше. Чтение данных. Для чтения данных используется функция, ну, из хранилища, конечно, используется функция getAsync. Функция читает значения из датастора, из ячейки датастора с определенным именем. Ей требуется всего лишь на все имя этой ячейки. Так, ну, давайте меняем наш скрипт. Первые строчки вы помните. Отличие только в пятой строке. Мы уже не setAsync, мы уже getAsync. Set это значит положить, а get это значит взять. и мы хотим взять. я что-то не понял. Вот оно написано, что оно return делает. Ага, все понятно. Что же делает picol? picol в success возвращает истину, если у нас все произошло отлично, а если во время picol произошла ошибка, то здесь в success будет false. и здесь будет номер ошибки. Ну, или ошибка сама по себе. А так как мы сделаем, но мы можем просто сделать, вернуть значение, какое-то успешное значение из picol мы можем вернуть. Все таки. С помощью return. Ну, просто посмотрите, я не знаю, в языке луа, как работает функция, не хочу в этом уроке в это углубляться. Итак, return и вернется то значение, которое считает из нашего хранилища функция getaSync из ячейки, у которой ключ называется player1234. Так, ну и вот, если у нас все успешно, то он напишет текущий опыт такой-то и вот то, что он считает из той ячейки. Мы 50, помните, писали? В прошлом примере писали 50. А здесь сделаем print опять error и error блин. Здесь тоже придется, видите, здесь переменную так назвали, я не могу здесь уже написать error. Так что, если не success, то здесь будет у нас уже какая-то ошибка. Но в любом случае, давайте запустим сначала, чтобы нормально вернуло, 50 должно напечатать, как вы помните, да? запускаем, запускаем. Тормоза, тормоза. Это, кстати, не обязательно из интернета. У меня иногда Roblox Studio так подтормаживает. Да, текущий опыт, опыт 50. Отлично. А давайте теперь ячейку. Мы же всего одну ячейку. У нас для нашей игры, которую я сейчас создал, я ее назвал, не помню как, Т3 урок. Вы, например, если будете это тестировать, вы будете в какой-то своей игре. Даже если назовете ее как у меня, в любом случае, хранилище DataStore для вас выделят ваш собственный. И даже если все здесь будет называться точно так же, то переменные, сохраненные в этом хранилище, какие-то значения, они будут вашими, только вашими. мои значения или каких-то ваших соседей на ваше хранилище никто туда залезть кроме вас не может. Итак, запускаем. Видите, я изменил ключ, добавил подчеркивание. Такого ключа нет. Пишет текущий опыт Nilf. Странно. Текущий опыт Nilf. Может быть, я все правильно сделал? А, ребят, да-да-да, все правильно. Смотрите, хоть ключа и нет, но вот эта штука GetaSync, даже если ключа нет, она возвращает Nilf. Nilf это значит ничего в языке Loa. Просто она не нашла такой ключ и вернула Nilf. А давайте мы ее вот так сделаем. Опять уберем у этого, у нашей ячейки имя. Сейчас будет ругаться наше хранилище. Да, Ер, шибко. Имя ключа не может быть пустым. Ну, отлично. Надеюсь, вы здесь поняли. Переходим дальше. Инкремент данных. Инкремент это увеличение. Увеличение можно на единичку увеличивать. Например, смотрите, у вас 50 монет или 50 опыт и тут вы еще опыт какой-то получили. Вы можете свой опыт увеличить. Вы не присваиваете, например, свой опыт 55, а вы пишите увеличь уже опыт, который у меня есть на 5 и у вас получится 55. Так, копируем скрипт. Так, что же у нас первые строчки такие же. Ага, отличие только вот здесь. Мы используем функцию инкремент Async. Что оно делает? Оно берет данные, которые у нас находятся в таком ключе, по такому, ну, с ключом, с таким, не буду я мотать вверх, вы помните эту таблицу. Если там было, например, 50, оно добавит к нему единица. Если хотите уменьшить, вы можете просто вот так минус 1 написать. Ну, давайте вот так сделаем. Зачем следовать уроку на 100%? Должно написать 49, наверное. Так, а давайте еще раз запустим. 48. Отлично. Так, здесь тоже, видите, ретурн. Вот, когда оно уменьшает значение в какой-то ячейке хранилища нашего, оно все-таки это значение еще и считывает. Оно сначала прибавляет вот это число к этому значению, а потом он с помощью ретурна возвращает. А так как эта штука, наша функция была запущена из пикола, то наше значение, вот которое в ретурном вернулось, оно вернулось вот сюда. Его мы здесь печатаем. Можно вот как сделать. Давайте, я пикол уберу, ретурн, уберу, сакцесс уберу. Я просто показываю самый простой вариант, но которым не надо пользоваться. Я вам уже объяснял, объяснял почему. Вот, можно вот так сделать. Давайте здесь тогда 10. Просто видите, какой простой скрипт. Но он будет глючить, вылетать, и игра у вас работать, если много людей будет подключаться, не будет. Поэтому придется вам вот эти безопасные штуки делать с пиколами. И во многих других местах, не только с датастором, потом дальше вы узнаете. Потихонечку к этому идем. Итак, я запускаю. Что у меня должно быть? Было 48. Я беру наш датастор с опытом и делаю инкремента синг. Вычитаю. 10. Есть, все работает. Идем дальше. Отлично, сработало. 38. Обновление данных. Обновлять их можем как захотим. Инкремент это увеличение и уменьшение, а обновление это уж как мы захотим. Обновление с помощью функции апдейтасинг. Кстати, можно здесь щелкнуть и вам про этот апдейтасинг все рассказывают. не буду. Единственное, я хочу сказать, что когда этот апдейтасинг, вот я сейчас увидел документацию мельком там, у вас весь скрипт замирает. Вот. Пока не выполнилось. Ну тут, допустим, давайте сейчас копируем код. Буду по нему объяснять. Так. Апдейтасинг изменяет любое сохраненное значение в вашем датасторе. Эта функция требует имя ячейки и функцию ей нужно еще функцию вторым параметром передавать, которая определяет, что же вы должны, как вы будете обновлять это значение, которое в датасторе. Вот. Эта функция принимает текущее значение той ячейки, сохраненной в датасторе и возвращает новое значение, базируясь на той логике, которую вы определите внутри этой функции. Давайте скопируем и я вам все объясню. Так. Эти мы строчки тоже знаем. Ага. А вот здесь у нас такая функция. Называется Make Name Actor. Опа. А мы имя-то не записываем. А, во. Во-во-во. А, здесь уже у нас ребята, да. Я сам для себя комментирую. Так, смотрим. Вторая строчка уже отличается. Псевдонимы. Мы открываем датастор, называется Nicknames. Псевдонимы. Смотрим первую функцию. Локальная функция. Local Function. Make Name Appear. Называется Перепиши это имя за главными буквами. Большими буквами. Какой-то параметр сюда входит. Current Name значит текущее имя. Вот. Здесь мы объявляем переменную новое имя. И вот эта вот функция string.upper она берет любое имя которое сюда передано. Например вот такое вот имя. Мама с маленькой буквы. Хорошее имя я придумал, да. И вот эта вот функция если ей передать в кавычках мама она вернет уже вот такое вот слово. Видите как. Итак эта функция наше имя которое передадут этой функции в этом параметре она его сделает большими буквами занесет в переменную new name и этот переменный new name с помощью ретурна будет возвращена. Ну объяснил вам простую эту функцию она не имеет дата стору пока никакого значения не значения а отношения итак а здесь уже похоже видите обернуто в пикол в пикол но функция у нас теперь nickname store это вот тот хранилище ников псевдонимов мы открыли nickname store двоеточие update то что мы сейчас смотрели документации в этом ключе 1 2 3 4 сделать имя большими буквами а у нас там не имя хранится у нас же хранится числа число 38 вот видите что же произойдет интересно если успех то нам это имя напечатают большими буквами ну ладно давайте запустим сейчас 38 будет 38 опа плохой аргумент должна быть строчка а вы получили не строчку вы получили вы получили нил не понял почему дважды мне так так давайте-ка мы запишем туда какое-нибудь значение у нас же там у нас просто нет этой ячейки понимаете вот где у нас сет это мы в другой дата стор писали где у нас experience так где у нас тут сет во сета синг давайте но какой урок который не работает прям ух хорошо так берем имя ну не имя а переменную в которой у нас открытый открытое хранилище никнеймс теперь сета синг в этот и пишем имя сюда какое-нибудь например кирюша кирюха кирюха неважно как написано так я это пытался менять на включенном сервере ну слава богу все бога нет кстати так все отлично записано кирюша запускаем сейчас ругаться не должно сейчас должно выдать кирюша большими буквами ох а это был просто предупреждение что говорит слишком быстро мы ну написано что дата-стор реквест значит запрос наш был добавлен в очередь и когда эта очередь заполнена то все следующие реквесты ну запросы будут брошены попробуйте послать меньше запросов вот по поводу ключа вот такого 1 2 3 4 давайте-ка попробуем сделать так чтобы не ругалась я во-первых здесь паузу напишу уж простите что я так 2 секунды давайте эту паузу сначала запишем подождем вот мы сейчас подходим к этим ограничениям хитрым я объясню зачем эти ограничения нужны когда вы записываете данные ну давай 4 секунды прошло опять ругнулась а может быть это во время на тестовом сервере потому что все работает все видите отлично держишь большими буквами итак мы потом прочитаем про эти ограничения в нормальной игре у вас предупреждение этих не должно появляться так окей ага про апдейт смотрите когда мы пользуемся апдейт и синк помните да у нас в документ так ребята я запустил немножко не то так так вот апдейт осинник смотрим вот он апдейт осинник итак мы передаем функцию которая будет что-то у нас там менять мы в нашей функции очень простую менялку сделали мы только большие буквы добавили а мы можем еще вот как сделать например new name присвоить new name точка точка плюс я к имени в конце допишу плюс еще маленькую буковку а плюс а давайте теперь посмотрим как вы думаете какое имя там будет я тоже знаю кирюша аа будет плюс а маленькой давай появляйся кирюша отлично останавливаем остановил теперь запущу как вы думаете что у нас теперь произойдет с этим именем ну я думаю что будет кирюша большими потом плюс а уже большое и потом плюс а маленькая так ребята аа ну понятно я же все время кирюшу туда заношу вот первая строчка видите кирюши давайте-ка уберем все теперь мне вот эта штука не нужна я уже записал начальное значение у нас уже в нашем хранилище есть какое-то имя теперь при каждом запуске мы его будем изменять с помощью вот этого апдейта синк о как я и говорил кирюша аа большое ну-ка давайте чтобы кирюша заорал еще сильнее чтобы еще аа стала большим все получается отлично так ну здесь тоже это основы если непонятно ну по языку луа читайте пока вот мне по крайней мере все понятно хотя честно говорю это третий дубль это уже третий день подряд я пытаюсь записать сначала записывал урок по другим дата сторам другой урок но потом выяснилось что лучше этот сентябль писать а другой мы потом да вот предупреждение про наш апдейта синг функция которую вы передаете в апдейта синг вот эта вот функция вот она видите мы ее записали и мы ее здесь вторым параметром в наш апдейта синг передаем так вот речь про эту функцию этой функции не запрещено останавливать скрипт например нельзя не должно она не должна соединять никакие функции типа wait которые остановят скрипт так что тот скрипт вот который внутри этой функции он должен быть очень ну таким коротеньким и который ничего не тормозит такс ну и по-моему последнее у нас уже а нет еще осталось немножко удаление данных мы можем и это кстати очень хорошо подчищать за собой удаление данных удалять данные из хранилища можно с помощью функции remove async оно удаляет какую-то запись и какую-то запись и возвращает значение которое было ассоциировано с этим ключом значит ну давайте копируем код этот скрипт сработает только один раз потому что мы сейчас здесь строчки все как в прошлый раз видите никнеймы мы открываем хранилище здесь обернуто в пикол в безопасный запуск функции если бы пикола не было и вышла бы ошибка то у нас просто скрипт восстановился и перестал работать итак здесь мы используем remove async и ретурном мы во-первых удаляем ячейку которая называется player123 там у нас кирюша что ли записан и значение перед удалением возвращается с помощью ретурна и записывается вот в эту переменную видите local success запятая никнейм вот в никнейме будет то что мы удалили из ячейки ячейки все уже больше нет но следующее условие проверяет если мы успешно удалили если вот эта вот штука сработала то тогда печатаем удален ник ну и какой там ник у нас был давайте запустим надеюсь там этот орущий кирюша да отлично кирюшу удалили давайте запустим еще раз и посмотрим удалился ли у нас кирюша так ну ошибок нет ну удалился нил я уже вам показал а если мы здесь например напишем ну нет уже такой ячейки понятно да в языке луа тоже если нет переменной какой-то а вы к ней обращаетесь то вам будет просто значение нил выдано ничего не выдала не выдал наш скрипт потому что произошла ошибка можно узнать вот так помните да else print ошибка ну и ошибка у нас вот в этой переменной находится будет находиться если есть ошибка давайте я нехорошее имя задал да это ошибка 101 нет такого а ну не нет такого нельзя именно пустые использовать окей давайте дальше идем удаление данных понятно события в дата сторах что за события каждый ключ в дата сторе может запускать события когда его значение ну это ячейки изменяется и это событие может быть соединено с какой-то вашей функцией с помощью функции onUpdate вот этому onUpdate нужно всего лишь передать имя той ячейки за которой мы следим и нужно функцию передать которая будет запускаться тогда когда какое-то значение в этой функции изменилось так ну мы меняем так давайте посмотрим что первое понятно connection пока не понятно вот функция видимо которая будет запускаться когда когда наш когда значение переданное оно будет передаваться из ячейки в эту функцию кастомную кастомное это значит ну ваше самописное когда это значение будет равно 50 то тогда один раз напечатает у вас игрок достиг максимального уровня connection disconnect я объясню что это так дальше смотрим а все теперь понятно что за connection connection это просто переменная и мы так зачем connection здесь что-то я не пойму а все понял понял ребят вот он для этого для дисконнекта итак ссылка на вот эту функцию которая ожидает будет записана в connection итак как у нас выполняется наш скрипт вот эта строчка это 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 не выполняется так как мы не вызывали эту функцию дальше выполняется 14 поняли да что когда описание функции когда мы ее не вызвали по имени или никуда не присоединили там на вызов она не запускает значит вот эта строчка запустилась вот это вот это определилась переменная это мы перескакиваем идем сюда так а здесь в нашу переменную connection что-то присвоится а присвоится что experience так ребят ну здесь уже ошибка опять в этом уроке ну нехорошо ребята е-е-е кто-то подчеркнуто оранжевым вот вот так level store мы же здесь уже открывали player level это хранилище где уровни игроков сохранятся вот теперь все отлично так level store в level store мы запускаем функцию on update и говорим когда ячейка с таким названием обновляется или уменьшается или увеличивается неважно то всегда запускай вот эту вот функцию с этим именем как раз вот эта вот функция ей передастся параметр в любой первый у него имя может быть любое главное первый параметр содержимое той ячейки вот этой значит ячейки да так ну это содержимое проверяется если оно 50 то тогда игрок достиг максимального уровня и тут наконец происходит connection disconnect это что означает вот это вот это не ловушка но это как бы событие оно все время проверяет на каждом ходу а изменилось ли вот это вот значение а изменилось ли это в принципе нагружает наш сервер представляете что для многих игроков такие штуки для съезжения стоят и это занимает ну как компьютер вот сервер начинает немножко тормозить немножко немножко но когда очень много игроков это уже множко итак смотрите а если игрок достиг уже 50 уровня то мы пишем connection двоеточие disconnect это что означает приконнекченная вот эта функция она перестанет вызываться все ее выключат мы уже достигли 50 уровня все больше не смотри больше нам не нужна информация вот для чего это нужно для оптимизации конечно можно без этой строчки можно ее закомментировать все равно будет работать так ну и дальше а дальше пример это мы все подкрутили ловушку настроили что когда у нас что-то изменится что-то там делай а мы теперь начинаем прибавлять к нашей переменной блин ребята у нас player level у нас тоже нет никаких значений у нас этой ячейки там даже нет вот с этим названием player1234 в хранилище хранилище player level это же только вот в этом примере появилось ну блин ошибка на ошибке ну ладно это даже хорошо что когда есть ошибки если вы сами их находите вы прям молодец а если не находите ну тогда не молодцы те кто писал в уроке так ну давайте что здесь должно произойти в идеале помните incremento sync в picol обернули это чтобы ну всяких ошибок не было на всякий случай а так можно конечно без этого итак в нашем хранилище увеличиваем значение вот этой ячейки на единичку запускаем ничего не сказала а давайте мы вот что сделаем давайте мы будем текущее значение просто печатать если оно изменяется меняется даже без всяких условий print в roblox в принтах можно русские буквы использовать но к сожалению в названиях переменных нельзя так в идеале сейчас должно показывать если мы что-то изменяем ага понятно но вот эта вот функция она умная умная функция видите 1,2 это функция которая увеличивает значение если этой ячейки у нас не было если она пустая то она считает что в ней 0 пустая ну пусть пустая в ней 0 на самом деле в ней nil был и она к этому 0 1 добавила так давайте еще раз запустим я не могу немножко не могу понять почему два раза печатает она реально не могу понять мы же вот только один раз здесь увеличиваем на единичку и действительно увеличивается только на один раз вот я три раза запустил уже тройка давайте я запущу сейчас будет четверка да возможно эта функция onUpdate она запускается еще и в тот момент когда мы присоединение вот это делаем потому что нигде я к этой переменной не обращаюсь ну вот смотрите я давайте продублирую здесь я на десятку не на десятку ладно давайте на тройку увеличу в принципе нам нужно до 50 добрать чтобы там сработало условие опа и говорит извините ваш запрос добавлен нельзя так часто обращаться видите я можно сказать в следующей строчке опять начал к этой обращаться так давайте вот как мы схитрим так добавим 43 запустим просто я хочу чтобы на 50 сработало 40 опа это я прочитался так минус минус 3 51 минус 3 это я подбираю число так вот 48 окей так а теперь мы поставим единичку как в оригинале примера и будем запускать по очереди пока до 50 уровня не дойдет понятно запускаем еще раз о player has reached max level запускаем еще раз ну у нас программа видите с ошибкой написано несмотря на то что он достиг максимальный уровень достиг максимального уровня но здесь мы когда инкремент делаем мы должны делать не инкремент вот кто смог смотрел внимательно что здесь нужно какую функцию вызвать чтобы нельзя было нашему игроку считерить и не увеличить уровень выше 50 ладно подсказываю здесь должна быть стоять функция которую мы до этого смотрели update и в ней мы должны проверять если вот этот new level уже равен 50 то ничего не делать ну ладно я вам много дополнительного чего рассказал так в показанном примере рекомендуется ну да рекомендуется дисконнектить соединения которые больше не нужны потому что здесь есть лимит запросов который привязан к update событиям давайте теперь прочитаем я вам про все ограничения про все ограничения сразу расскажу так datastore ошибки и лимиты а ну вот помните коды ошибок вот у нас был 101 101 ошибка имя ключа не может быть пустым имя ключа не может быть больше 50 там символа в длину x ну это какой-то тип значения типа x но не x конечно это какой-то тип значения нельзя хранить в datastore 104 не можем сохранить ну какое-то значение тоже в datastore сериализированное про сериализацию я вам не буду говорить в этом уроке это как-нибудь ну в простых простых играх пока наверное это не надо так вот сериализированное значение в байтах превысило максимальный размер 64 умножить на 1024 байтов вообще-то это много так 106 а ну это к следующему вот то что мы сейчас будем проходить вот это вот отсортированные datastore в отсортированном datastore можно передавать минимальные и максимальные значения фильтровать ну и тут написано что ну мы там превысили оба значения должны быть числами ну и так далее page size тоже page size размер странички дальше пример будет не может быть больше 100 записи так getasync запрос был дропнут по-русски сказать проигнорирован потерян запрос был исполнен ну точнее как бы хотели его исполнить но очередь запросов была полная уже вас в очередь не пустили и все это потерялось то же самое для setasync это вот для getasync тоже это то же самое для incrementasync функции для updateasync функции для getsorted запроса для remoteasync тоже так а здесь написано 401 запрос не удался какая-то модель данных недоступна когда игра выключается сервер может ваш сервер роблокс может вашу игру выключить ну наверное когда у них какая-нибудь профилактика идет и вот эта ошибка может появиться дальше request не удался ну запрос не удался потому что ну тоже игра выключается так 43 так много их тут мне вообще читать ладно все переведу 43 не могу записать данные в датастор из студии так как API доступ не разрешен о это очень важно без этого без разрешения этого доступа у вас ни один пример который мы сегодня на уроке смотрели вы не сможете из дома запустить я вам покажу как его включать так 404 отсортированный датастор не существует пытались обратиться к какому-то хранилищу которого не существует так не могу разобрать ответ возможно данные испорчены ну это как какие-нибудь неполадки там в сети были и вам пришел пришли данные не полностью а кусочек ну и ваш роблокс не может понять он видит что кусок испорчен и он не хочет эти данные читать иначе у вас там игра заглючит например хакеры какие-нибудь залезли шучу про хакеров так 502 API сервисы отвергли запрос с ошибкой такой-то ну это у обычных игроков наверное такое не может произойти не буду даже переводить дальше ну не дальше так ну или ладно посмотрим а ну в принципе тут написано что надо проверять все-таки сообщение об ошибках потому что не всегда 502 будет у вас возникать возможно у вас какие-то там серьезные запросы просто если вы эту ошибку встретили ну попробуйте ну зависит от ответа попробуйте еще раз попытаться считать данные ну например через какое-то время так 503 запрос дата-стор успешный но ключ не был найден ну вот забавно это get помните get set the store если мы а все понял точнее не все понял извините я сейчас не существующий ключ задавал и оно мне возвращало с помощью get sing значение nil без всяких ошибок я вот не знаю ну в каких-то функциях наверное 503 все-таки может выскочить но не в get sing так 504 дата-стор запрос успешный но ответ не отформатирован правильно но это тоже не ваша проблема это на сервере какие-то глюки так что подождите пока этот сервер исправят сотрудники роблокса 505 отсортированный дата-стор запрос успешный но ответ не отформатирован правильно ну тоже это не так важно о лимиты также установлены лимиты которые применяются модели дата-стора если игра превышает эти лимиты то движок роблокса будет автоматически троттл здесь видимо будет тормозить или пропускать запросы к дата-стору пока вы превышаете лимиты и это будет вызывать троттл троттл он наверное будет замедлять да замедлять работу движка дата-стор дата-стор движка дата-стор вызывая то что все ваши запросы дата-стор будут выполняться дольше так лимиты сервера просто про лимиты здесь лимиты на серверах каждый игровой сервер позволяет определенное количество запросов данных в зависимости от количества игроков которые сейчас подключены чем больше игроков означает больше данных вам нужно правильно же эта логика есть вот поэтому серверные лимиты базируются еще на типах запросов какие могут быть запросы получение данных тип методы какие мы используем ну помните вот функция была get-async получение данных и так сколько в минуту раз вы можете выполнить вот эту функцию вызвать 60 раз в минуту плюс количество подключенных игроков умноженное на 10 дальше set запись запись каких-то значений а запись значений видите какими методами функциями нашими и set-async increment и update-async и remove-async это все запись данных даже remove когда мы удаляем это все равно же пишется в ваш дата-стор и точно такое же ограничение 60 в минуту плюс количество игроков подключенных умноженное на 10 так get-sorted это когда это у нас дальше идет по уроку тем не менее когда мы запрашиваем отсортированное хранилище данных нам это позволяет делать уже не 60 раз в секунду а 5 ой в минуту 5 раз в минуту плюс количество игроков подключенное умноженное на 2 которое сейчас в игре onupdate это помните у нас функция которая вызывается только когда мы меняем какую-то ячейку с определенным именем здесь тоже поменьше 30 раз в минуту это можно запускать плюс количество игроков которые сейчас подключены умноженное на 5 так ну и вот еще написано о вот как раз то чего я на этом уроке коснулся запросы записи одного и того же ключа ну ключ с тем же именем а у нас во всех примерах ключ с одним и тем же именем когда вы повторяете set-async increment-async update-async и remove-async чаще чем через 6 секунд ну конечно я там паузу 2 секунды делал вот оно у меня и показывало оранжевое warn предупреждение здесь warn так вы можете в общем запросить блин запросить бюджет запросов я сейчас перейду и по-русски лучше скажу просто я сначала так дословно бюджет запросов для каждого метода основываясь на вот как понятно есть такая функция которая может попробовать давайте я ее посмотрю можно вот эти вот ограничения можно как-то или посчитать или увидеть так и что она сделает тип реквеста тип запроса мы задаем и оно возвращает нам сколько раз мы можем его выполнить по-моему в минуту да так ага ну вот здесь есть такой пример ладно не буду его заполнять но в общем понятно то что мы считали вот здесь по табличке вы можете с помощью функции в принципе посчитать и откорректировать там количество запросов в вашей игре соответственно чтобы она не тормозила в простых играх достаточно в главном цикле игры делать эти запросы поставить там большую паузу и так далее так игровые лимиты также есть лимиты как часто может целая игра все ваши сервера активные которые могут вызывать обращаться где-то с тором ну например запрашивать один и тот же какой-то ключ запрос одного и того же ключа может быть запрошен сразу со слишком многих серверов одновременно помните я говорил что у вас плейсы в вашей игре могут находиться на разных серверах у вас например 20 плейсов 20 уровней в вашей игре некоторые плейсы там 5 на одном сервере крутятся а остальные там крутятся каждый на своем сервере и вот эти сервера у них же там свои скрипты запущены а эти скрипты могут во-первых общими быть если например это инстанс какого-то плейса блин не хочу в такие гебри ну не важно в общем если ваши плейсы с разных серверов сразу много запрашивают один и тот же ключ то в этом случае ключ определенный какой-то комбинацией видимости этих дата-сторов и названием этого стора и индексом но это названием самого ключа помните как в таблице вот у нас было плеер 1,2,3,4 это определяется в общем если ваши плейсы запрашивают разные серверы ой разные имена хранилищ то это еще ладно а если еще и в одном хранилище да еще и один ключ то хорошо написано чтобы избежать вот такого исчерпания лимитов в игре вашей вы должны использовать дата-сторы в двух контекстах сохранение данных игрока и управление какими-то глобальными конфигурационными значениями например ну тот же лидерборд который у вас пересчитывается ну не раз в секунду а раз например там в геймсет когда игра закончилась тогда посчитали кто победил записали все и для данных которые относятся к игрокам запрошенные запрашиваемые ключи должны быть тут не должны а могут быть уникальными для каждого игрока вот и тут как раз написано что использование юзер-айды очень для этого подходит и если вы действительно храните данные для каждого игрока в своих уникальных ячейках плеер с уникальным айди то маловероятно что вы какой-нибудь глобальный лимит нарушите понятно что все это касается только обращения к одному и тому же ключу с одним и тем же названием но вот здесь когда вы глобальные конфигурации вашей игры например ну что же там еще может быть ну например если у вас захват флага например где текущий флаг находится вот ну что-то такое но вообще на самом деле эти значения можно передавать не через дата-стор между плейсами а какими-то еще другими функциями например удаленными но вот я не смотрел про передачу между плейсами и сергарами вот а у дата-стора конечно плюсы это супер что можно читать одни и те же данные видятся из каждого вашего плейса в вашей игре так ограничения по данным не по запросам а именно по данным кроме чистоты запросов есть еще лимиты сколько данных может быть использовано на одну запись на ключ на имя там на какой-то там на область видимости они все должны быть не больше какого-то количества букв и количество данных и так имя ключа ну мы уже сталкивались с этим не больше 50 символов названия ключа имя ну это имя дата-стора видимо да помните опыт у нас был потом уровень player level вот это вот тоже тоже 50 букв в этом имени область тоже 50 но мы до этих функций про область про скоп не добрались ну ладно и данные данные не могут быть записанные в какую-то вот одну ячейку не не может быть больше 260 тысяч ну ладно и так как ключи имена из имена этих хранилищ области это строчки их длина этих строчек может быть проверена с помощью string.lent на самом деле мы же современным луа пользуемся мы можем писать решетка например решетка имя переменных вот она нам и выдаст длину этого названия так данные также могут быть так также дата сохраняется как строки строковый формат неважно какой у нее начальный был тип и размер данных может быть проверен с помощью вот этой функции the song encode функция которая преображает данные которые у нас в луа языке находится в их сериализацию json табличку json ну про json так у меня про json можно посмотреть кучу уроков потому что конкретно про json про вот этот формат и от javascript на русском языке очень много этих уроков посмотрите но вы пока не забивайте голову если вы будете хранить только числа и только строки текстовые например ну для начала хватит вот я честно говоря я думаю что любую игру могу написать имея возможность писать только числа и только какие-то строки так ух как урок то затянулся вот и вот мы переходим так это последняя у нас ну одна из последних тем еще как разрешить и еще как разрешить API помните я вам говорил что без этого разрешения но это в конце там будет напоминалка красное окно я вам расскажу так отсортированные дата-сторы обычные хранилища данных не сортируют их не сортируют свое содержимое так что все эти ячейки в случайном порядке хранятся ну и это не важно для многих игр но иногда полезно получать данные в каком-то хранилище в отсортированном виде например как записи из лидерборда и вот есть такая функция ordered data store это особый тип дата-стора который может первое с легкостью возвращать свое содержимое в отсортированном порядке возвращать несколько записей за один запрос против обычного дата-стора который всегда нам возвращает только одну запись за один запрос понятно так и отсортированные данные дата-сторы используют те же самые функции как и обычные дата-сторы которые мы сейчас смотрели get-async set-async update-async и так далее но вдобавок там еще добавили вот такую функцию get-sorted-async функция которая принимает параметры еще и с каким-то размером страницы возвращаемых объектов типа дата-стор page вот кстати здесь можно нажать кнопку но я не буду нажимать и она показывает что это за объект что в нем хранится ну у нас сейчас будет пример и мы там так увидим не бойтесь эту документацию открывайте всегда даже если по-английски не очень читаете вы по крайней мере можете на функцию нажать кнопку и увидеть какие она параметры ну вот я нажал какие она параметры принимает и что возвращает так так вот она возвращает столько сколько в пейдж в размере страницы этих объектов возвращает еще можно указать порядок сортировки от 1 до 10 ну понятно по возрастанию или по убыванию еще можно указать минимальные и максимальные значения которые мы принимаем а остальные отсекаем это как фильтрация ну например представим что отсортированные данные у нас 5 каких-то персонажей есть и их возраст ну и в этом примере мы отсортируем данные на страничке по 3 записи отсортировано от большего к меньшему возрасту и потом цикл мы опять будем по кругу эти странички ой не по кругу эти странички будем странички одно за другой выводить у меня персонажа и его возраст ну давайте тут простой пример я потом еще по тексту по тексту пробегу и вам еще подскажу так не скопировал вот скопировал нет ребята какой-то глюк у нас на страничке а вот еще тут ожидаемый вывод вот что мы должны получить но мы это должны сейчас да ребят не копируется попробую вручную скопировать отлично так давайте запустим увидим что у нас все нормально и отлично результат совпадает с тем который на страничке нам сказали что вот предполагаемый ожидаемый результат все совпало у нас смотрим да Нептун столько и смотрите если мы например сейчас добавим еще одного персонажа например что ж я 62 Васюша ну в любом случае Васюша нормально отработался вместе с Нептун а давайте добавим еще один так ну Васюше мы делаем два давайте еще какого-нибудь персонажа например один год один год Олеся Олеся или Олеся так так отлично отлично вот у меня красиво получилось три странички вот теперь вы видите что такое вывод по страничкам мы задаем выводить в каждой странице по три получать по три записи первые три страницы первые три записи в первой странице еще три записи во второй странице а на третью страницу осталось вот только Оле Олеся давайте смотрим теперь наш код дата стор это понятно получаем сервис а вот здесь мы уже получаем вот здесь по-другому здесь не get дата стор а get order получить отсортированный дата стор здесь его имя возраст персонажей а здесь мы просто заполняем и видите у нас не ругается вот то что мы заполняли значениями какими-то у нас все имена этих ключей разные поэтому мы лимиты никакие не превысили вот если я сейчас напишу марс 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 вы видите что у меня здесь выскочит какие-то ошибки а давайте попробуем сейчас как выскочит да вот он оранжевая мы превысили в один и тот же ключ мы пытаемся записать слишком много так вот ладно теперь с Олесей нормально итак записали тут у нас сколько 7 человек примерно дальше переменная называется page странички здесь комментарий отсортируем информацию по страничкам с этими записями в нисходящем порядке это значит от большого от большого ну заданным вперед в общем от большого к меньшему итак переменная в которой мы открыли наш этот store отсортированный теперь теперь ее используется функция метод get sorted async сортировать взяду наперед здесь false если мы сейчас здесь true напишем давайте true напишем у нас сейчас тогда Олеся будет и васюта васюша на первом месте вот запустили сортируем от малого к большому малый малый все отлично поняли так а вот эта страница поскольку в каждом запросе получать ну я понимаю для чего эти страницы например вы играете а у вас показывают лидерборд по кусочкам сначала там первые места первое второе третье потом еще вместо них другие вот очень удобно так запрашивать так давайте здесь сделаем например странички по два человека по два человека и посмотрим сколько у нас страничек из семи человек получится 7 человек вообще так первая страница вторая третья четвертая ну да все правильно 7 человек видите как странички разбились можно сделать например по давайте по 20 человек а там больше 10 нельзя по-моему или больше 100 помните я вам про лимиты рассказывал но можете посмотреть сколько лимит пусть 10 будет сейчас все в одной страничке выдастся да вот нам сразу пришел ответ со всеми этими людьми ну хорошо давайте теперь дальше смотрим с этим разобрались что такое страничка и как сортировать true это сортировать от малого к большому а false это от большого к малому есть бесконечный цикл while true но на самом деле не совсем бесконечно у нас есть вот такая строчка break когда вот это условие сработает цикл закончится и у нас начнет выполнение скрипт после 31 строчки но она последняя поэтому здесь она становится итак что же мы здесь делаем вот мы наши странички переменную донесли но мы их еще не получали под первый запрос как получить текущую страничку есть такая функция get current page получить текущую страницу она не обязательно первая но если мы не получали никакой страницы то получается нам первая из всего вот этого отсортированного списка вот как мы здесь выбрали и количество человек только тоже важно пусть как в начале будет 3 итак когда вот это все выполнилось нам вернули в данном случае трех человек если там 3 у нас есть я могу сейчас закомментировать вот этих всех ааа ребят если я их закомментирую они у нас в базе данных уже остались вы поняли что в датастро мы их записали ну ладно это бог с ним но бога нет так может и есть так 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 вот вот эта вот функция page get current page она извините что повторяюсь она вернет первые 3 в следующий раз если мы запросим она уже вернет следующую страничку которая за первыми была вернет вторую страницу вторую тройку наших персонажей если еще раз запросите то она вернет третью тройку но там у нас только один человек остался не важно одного значит итак в дата у нас хранится особый формат данных про него можно документации читать но это нам нафиг не надо потому что мы можем взять из примера даже сильно и не думая как все это там устроено по примеру мы выясним как все устроено сейчас дальше дадем итак в этой дата будет таблица там будет сколько-то элементов либо от одного до размера страницы трех вот нуля там быть уже не может потому что страничка вернет ну сейчас до этого дойдем итак вот этот вот цикл очередь запятая entry это именно переменных которые внутри цикла будут работать in pairs значит в парах пара это ключ и его значение читайте луа как работает цикл for in из данных data вот отсюда из этой таблицы мы будем читать пары и она будет печатать entry key это значит вот этот вот key имена в данном случае кстати благодаря моему примеру мы выяснили что можно русские русскими буквами называть ключи это все нормально entry key и его значение а значение хранится не в entry key а в entry value откуда слово entry взялось да просто вот эту переменную так назвали если бы вы назвали ее а вы бы здесь писали а точка key а точка value могу запустить и все будет работать это тоже это не роблокс это обычный язык луа который да все работает вот видите все нормально не бойтесь называть переменные как вы хотите своим так итак вот эта вот штука она всего-навсего выводит на экран одно за другим все имена текущей страницы вот вот это вот это вот это отлично дальше дальше у нас мы проверяем условия закончились ли страницы или нет а это можно проверить вот так имя переменной в которую мы странички наши считываем page тоже может быть любым имя переменной page.isfinished закончена в этой переменной хранится либо истина либо ложь если не закончена то всегда будет false а после последней страницы что у нас после последней страницы вот с нептуном нептун после того как мы ее вывели вот мы ее здесь вывели нам уже в этой переменной будет сказано что уже все закончено что у нас нет больше страниц дальше то тогда мы делаем break break как я вам уже говорил это выход из цикла из бесконечного из конечного из цикла for из цикла wild из любого цикла значит отсюда здесь закончится работа этого цикла wild и у нас перейдет сюда начнется выполнение цикла дальше ой не цикла нашего скрипта дальше так ну а иначе если еще не закончена страничка ну мы уже уже вывели всех людей но мы должны как-то страничку обозначить вот это вот подчеркивание это как бы конец страницы а это оказывается просто у нас здесь print печатал конец страницы страничка давайте посмотрим как эта страничка напечатается вот и напечаталось все отлично кстати ребят я вот здесь не мог увеличить размер шифта он же здесь не работает control plus и так далее как в редакторе в скрипте это можно увеличить а здесь нельзя где увеличить а оказывается можно все файл сеттинг ищите там все можно все цвета можно заменить вообще можно сделать как вы хотите все есть так печатаем страничка а вот эта функция которая page двоеточие advance to next page async это означает двигайся вперед к следующей странице вот этих вот записей ну вот так у нас по кругу сначала мы значит получаем первую ну текущую страницу печатаем всех людей из нее смотрим если закончилась страница то выходим а если не закончилась то печатаем вот этот вот что страничка закончилась и говорим перелесни на следующую страничку значит давай-ка нам следующую тройку людей тройка вот здесь размер странички ну и все начинается снова так ну отлично фух так написано обработка ошибок и лимиты запрашивая дата-сторы ну все эти у нас запросы сетевые и может случиться какой-нибудь ошибка или облом из-за слабой связи из-за обрыва связи или других каких-то проблем вот ну как вы уже видели в этой статье это им важно оборачивать все ваши команды которые читают пишут данные внутрь пикола вот и таким образом обрабатывать ошибки каждое сообщение об ошибке содержит код ошибки ну на самом деле как мы видели не только код ошибки но еще и описание текстом ну и вот здесь мы уже читали дата-стор ошибки и лимиты я вам до этого уже прочитал вот у меня открыт да вдобавок есть также лимиты которые к модели хранилища применяются если игра превысила эти лимиты роблокс движок роблокса автоматически будет замедлять обращение к хранилищу данных и в общем у вас все эти запросы будут медленнее работать так что если вы более хороший программист если вы делаете правильно держа в уме все эти лимиты или по крайней мере когда у вас тормозить игра начала вы подумали а не может ли это из-за лимитов быть но на самом деле вы увидите скорее всего при отладке эти оранжевые предупреждения вот здесь возможно а возможно и не увидите то вы поймете и отрегулируете ну про это я уже говорил вот наконец дошли до важной штуки без чего у вас игра в принципе вот эти примеры которые я сейчас сказал работать не будут если вы это не сделаете использование дата-сторов в студии по умолчанию плейсы которые симулируются в студии ну симулируются когда мы запускаем вот наш плейс вот у нас плейс с доджем вот он да когда мы нажимаем плей и симулируем эту игру то эти плейсы не имеют доступа в дата-сторы вообще никакого и любой доступ через функцию сета-синг или гета-синг будет вызывать ошибку и у вас просто скрипт не будет работать у вас просто остановится игра и здесь будет красная ошибка вот что же сделать если вы хотите то можно разрешить дата-стор в студии идете в create меню на сайте роблокса мы не пойдем мы же в 2019 году ну можно конечно в роблоксе я не пойду сейчас ребята но на самом деле здесь картинка показана заходим на сайт нажимаем вверху там такая менюшка create меню переходим в роблокс увидите там список ваших игр выбирайте ту игру которую сейчас делаете ну здесь одна игра на самом деле список вертикально там несколько игр нажимаем шестеренку потом нажимаем configure game конфигурируем игру и там есть такая вкладка basic settings ну по-моему сразу даже видно эта вкладка активная enable studio access to API service значит разрешить студии доступ к API сервисам и ставим галку и вот у нас все галка поставлена нажимаем save все отлично но вы поняли что у вас игра должна быть published не просто сохранена вот в локальный файл а вы должны ее published roblox сделать чтобы она появилась на сайте так давайте я покажу как правильные люди делают вот у меня вкладка home в студии и вот есть game settings вот здесь есть опции и вот у меня здесь есть включить API сервис вот он давайте-ка я выключу и попробую игру сейчас запустить должно ругаться я дата стори отключил о все перестало работать вот у вас ребята если вы хоть первый будете пробовать тест с этой странички ну извините у вас эта ошибка сразу же на первой попытке записать какие-то данные вот так так что без всякого сайта во вкладке home да во вкладке home game settings опции включаем save и все нас теперь пускают дата стори мы крутые теперь разработчики roblox studio но все работает отлично честно говоря вот эта вот штука многих обламывала народ пытался с дата сторами разбираться но почему-то не читали что вот здесь надо включать и иначе это не будет работать так и тут предупреждение внимание доступ к хранилищам данных студии может быть опасный для тех игр которые уже онлайн потому что студия получает доступ к тому же дата стору что и клиентское приложение и вы должны понимать что вам нужно пытаться избежать перезаписывания данных которые ну как бы игра в продакшене уже будет реальной игры например там у вас все настройки настроены все отлично и тут вы начинаете тестировать свой какой-то скрипт и вот как я сегодня вот менял всякие Васюшу добавил еще кого-то там добавил и вот эти вот все данные идут на вашу игру на настоящем roblox сервере где у вас например где вы игру свою закрыли на один день чтобы что-то там обновить а игроки ждут и вы можете свою эту игру там испортить ну и тут написано для этого ну просто две игры создайте одна у вас тестовая будет приватная которая вы никого не пускаете одинаково а другая та которая уже точно такая же но в которой уже играют ваши игроки я думаю вам париться особо не надо вы пока игроку начинаете делать у вас все нормально потеряете данные ну еще раз запишите так ну и тут написано что если вы не редактируете свою игру через roblox веб-сайт то можно то и записываете его например просто вот как локальный файл вот save file файл-с ну и там как расширение файла rbxl файлик где хранится вся ваша игра вам нужно из командной строки запустить вот такую функцию setplaceid и там какое-то число передать ну как ее запускать можете нажать и посмотреть честно говоря у меня с локальными не заработало либо там надо останавливать игру вот я так и не понял точнее не то что не понял у меня в моих скриптах доступ к базам сразу же начинается если бы я сделал отложенный запуск я бы действительно успевал бы запустить вот эту вот штуку чтобы мне разрешили получать доступ к дата сторам но я понял что на самом деле как просто можем нажать файл паблиш опубликовать нашу игру включить как я вам только что показал этот доступ и все и не париться ну и тут конечно суммирую я очень надеюсь что эти строчки к вам можно применить теперь вы понимаете дата сторы все самые главные команды для запросов какие-то начальные ограничения и будете и вы можете теперь попробовать изучить как реализовывать функции сохранения данных игроков ну помните деньги монетки еще там что-то вот уже есть специальная статья сохранение player data она кстати тоже не полная но это вот для следующего урока по крайней мере после этого урока вы ее поймете на этом все шлем конечно донаты ставим колокольчик лойсы всякие всем сообщаем об этом канале подписываемся как-то меня мотивируем потому что честно говоря уже лето проходит все это записывать не интересно вот всем пока пока Продолжение следует...